Здравствуйте, уважаемые товарищи! В Белоруссии, в союзном государстве, происходит событие, которое привлекает большой интерес, в том числе у рабочего класса России и различных политических партий. Надо разобраться, что же там происходит и какой самый главный вопрос для рабочего класса и для его политических представителей, какую позицию должен занять рабочий класс Белоруссии. Что мы можем посоветовать? Мы, я имею ввиду, рабочая партия России, как представители рабочего класса нашей страны. Думаю, что события хорошо читаем. Значит, ситуация выборов президентских в Белоруссии, враги Белоруссии и России, а Белоруссию, мы знаем, союзник России, использовали для того, чтобы уничтожить существующий режим и заменить его на правление прямых ставальников западного капитала. Это знакомая уже ситуация. По такому сценарию происходили события, например, в Украине. Нечто подобное происходило в начале 90-х годов в России, поэтому ничего такого принципиального нового нет. Значит, эти ставники используют недовольство, используют выборы как предлог, объявляют, что там произошла некоторая фальсификация, выступая за честные выборы. Мы, представители рабочего класса, очень хорошо знаем, что выборы в буржуазном обществе самые честные всегда дадут власть буржуазии. Поэтому с этой точки зрения рабочему классу поддерживать лозунг честных выборов, ну это вот, и, так сказать, за это выходить на улицы и прямо биться, нет никакого смысла, конечно же. Эти честные выборы всегда дают честно очень. Чем они честнее, тем прочнее власть буржуазии будет обеспечена. Другое дело, что этот предлог использован, потому что, а какие основания считают, что там у Лукашенко не 80, не 90% голосов? Ну, всегда ведь можно бросить лозунг, мы не верим. Мы не верим. А с какой стати надо проверять? Что у них какие-то весомые доказательства? То есть, короче говоря, вот желание замутить воду для того, чтобы извлечь какие-то свои политические выгоды, налицо. А выгода политическая совершенно очевидна. Но никак не удавалось уничтожить вот этот союз Белоруссии и России, несмотря на то, что это союз двух буржуазных государств. Поэтому он, конечно, прочным не может быть. Он всегда с такими, с определенными проблемами. Браским он тоже не может быть. Ну, две буржуазии, конечно, они же прямо такие братья. Но, тем не менее, это союз. Тем не менее, значит, это определенный щит, скажем, для России. И желание вот все это нарушить, все это порушить, захватить. Ну, кроме того, уничтожить еще и некоторых конкурентов. Потому что, скажем, западному капиталу, скажем, Белоруссию, выпускает великолепные совершенно тракторы, которые вполне по своим качествам сопоставимы с лучшими образцами, так сказать, американской техники этого Катерпиллера. Если уступает, то только потому, что, ну, за, так сказать, из американцев стоят огромные миллиарды. Они могут организовать сервис. Но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, что это очень серьезная промышленная составляющая, что здесь серьезные, так сказать, контакты и связи с Россией, в том числе, по этой линии, есть. И что это серьезный экспортер вот такого высокотехнологичного продукта. Так почему же не прихватить, например, этот тракторный завод и не уничтожить его? Здесь замечательные белорусские тяжелые грузовики, которые работают и тоже уникальны по своим качествам. И вот они составляют серьезную конкуренцию западному капиталу. То есть не надо думать, что тут чистая политика и отсутствуют какие-то экономические интересы этих западных монополий, в том числе самых крупных. Они присутствуют. Почему присутствуют? Потому что мы знаем, что, да, Белоруссия – это буржуазное государство. И вот некоторые сторонники рабочего класса делают неправильную вывоз. Ну, раз, дескать, тут буржуазное государство, там буржуазия. Ну, какая разница рабочему классу? Пусть они дерутся там, дескать. А мы будем смотреть в стране, и нам все равно, чем эта драка закончится. Вот не все равно. Дело в том, что, да, буржуазное государство Белоруссия, не надо строить никаких иллюзий. Ну, это крупный государственный капитализм, который сохранил крупную промышленность. Не просто сохранил, а сохранял, потому что вот это не само собой произошло. Вот у нас само собой этого не произошло. У нас, скажем, трактор и промышленность в значительной степени потеряла очень многое. Вот только-только восстанавливали из руины. А они на протяжении 30 лет ее поддерживали. Там один, вот я возвращаюсь к этому, там один только инженерный центр, 7 тысяч занятых. Представляете, то есть люди работают, значит, способны создавать очень конкурентоспособную продукцию. То есть, значит, там крупный промышленный полетриат есть. То же самое и на автомобильном заводе. И по многим предприятиям. То есть, Лукашенко заслуженно гордился, да, представителем государственного капитализма. Но государство крупное заслуженно гордилось тем, что они не закрыли ни одного промышленного предприятия. А что придет на смену Лукашенко? Кто придет? Придет ставник, значит, западного капитала. И что он будет делать? Да, они уже свои, так сказать, планы заявили. Что, значит, мелкий бизнес, то есть, они крупный превратят в мелкий, и, значит, это уничтожит тем самым крупный бизнес. И что из этого будет хорошего для рабочего класса? Массовая безработица, да, падение жизни на уровне. Это непосредственно результат. А с точки зрения, так сказать, коренных интересов, с точки зрения борьбы на советскую власть, значит, будет в значительной степени подорвана материальная основа социализма, которая, как известно, и установлена классиком марксизма и ленизма, состоит в крупной промышленной индустрии. Так она будет подорвана. Разве это в интересах рабочего класса? Нет, конечно же, не в интересах рабочего класса. Поэтому нам совсем не безразлично удержится, я думаю, и рабочему классу, белорусскому, совсем не безразлично удержится на власти Лукашенко, или не удержится. То есть будет сохраняться власть крупного, крупного по белорусским меркам, государственного капитализма, или она будет заменена на власть крупного капитала, конечно. Но, так сказать, западный капитал не заинтересован в том, чтобы лелеять и, так сказать, взращивать белорусскую промышленность. У него своей хватает. Рыбин сбыта им, конечно, нужен. Ну и какие-то будут сборочные цеха. В стране пытаются провести буржуазную революцию. И вот эта категория, вот этих, я их называю мелкие буржуа, они хотят захватить власть в стране. Цель. У нас огромный пласт государственной собственности. Ты это знаешь. Да, это прекрасно понимает. А собственность неплохая сейчас. А производим хорошие товары. Причем уже в современных условиях прошедшие определенные документы. Да, и сейчас эти посредники и ЭПшники сидят и руки потирают. Сейчас распилим, разделим, и мы будем в пределе. И власть возьмем. Вот в чем суд. То есть Россия этот горький опыт, она пережила. И очень трудно выйти из этого положения. И в этом смысле можно порадоваться за то, что Белоруссия, вот, крупную промышленность сберегли. И тем самым есть перспектива развития, в том числе и рабочего движения. Из этого, конечно, вот поэтому мы никак не можем посоветовать рабочей партии России, значит, нашим белорусским товарищам, рабочим, значит, выходить на эти митинги и требовать, значит, замены Лукашенко в целях проведения более честных выборов. Еще раз повторяю, что в условиях господства капитализма честные выборы приведут только к укреплению власти буржуазии. Ну вот, рассказывают о том, что, значит, Лукашенко, да, используя то, что, так сказать, государство подчинено интересам этого крупного капитала государственного, использует, значит, силы внутренние, используют технику для того, чтобы пресечь эти выступления прямых ставников западного капитала. И те, кто за ними полетется по несознательности, потому что они за свободу вообще дают лозунг свободы, чего настолько они прикрывают. Самые грязные вещи всегда прикрывают лозунги свободы и демократии. Кто этого не знает. И вот там из гранат рассказывают о том, что светло-шумовые гранаты и дубинки используют. Какая новость? А вот мы знаем в США, которые сейчас, значит, и в Евросоюзе страны, которые вот призывают Лукашенко остановить насилие, да, то есть остановить и используют государственные власти, потому что государственная власть – это и есть насилие. Так вот в этих самых западных странах уж как только не бьют людей, какую только технику применяют, самую передовую. Я думаю, что в Белоруссии даже нет такой техники, которую применяют против демонстрантов в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки тогда, когда это, так сказать, угрожает власти крупного капитала. Чего-то там не делают. А давайте вспомним совсем недавно, как без всякой техники, а просто наступили на грудную клетку коленом, да, и что? Там африканцу, афроамериканцу, да, и убили его. И что? И там вот люди, так сказать, выступают, значит. И вроде как даже и осудили это дело. И что, разрушили полицейских? Значит, убрали этот аппарат насилия? Да ни за что. Никогда этого не будет. Даже и думать нечего. Поэтому не надо подаваться на эти лозунги. Всякое насилие выглядит не очень здорово. Оно выглядит насилием, но надо различать. Это насилие, значит, которое сохраняет, так сказать, государственность белорусскую, да, сохраняет крупную промышленность. Средо насилия, которое направлено на то, чтобы уничтожить эту промышленность. Похоже на то, что вот эти сторонники демократии сегодня выступают против насилия в интересах белорусского государства. А значит, в этом смысле. В этом смысле. И в интересах рабочего класса Белоруссии. Из-за какой насилия? Ну, мы тоже знаем, что вот у нас выступали против насилия, а потом, значит, я имену его в России в начале 90-х годов. Потом, значит, выходил ОМОН и бил демонстрантов, называя их красно-коричневыми, били ветеранов наших. То есть, это все начиналось тоже под лозунгом демократии, значит, честных выборов, ходовые и прочее. То есть, рабочий класс не должен сбить, дать себе сбить с толку вот этими всякими лозунгами чистой демократии и вступления против насилия. Пока существует государство, существует насилие, и организованное насилие. И надо очень внимательно смотреть. В всех интересах применяется это насилие. Вот в данном случае государство белорусское применяет это насилие отнюдь не против интересов рабочего класса. Отнюдь не против. И поэтому картина очень неприятна. И чтобы ее закончить, надо, чтобы эти ставленники, так сказать, западного капитала не выходили на площади. Не выходили. Не надо. Вот не надо, чтобы провоцировать применение этого насилия. И тогда будет хорошо. Значит, что же делать белорусскому рабочему классу, белорусским рабочим? Мы советуем ходить на эти митинги, потому что, еще раз говорю, эти митинги не в интересах рабочего класса. Вы что, там слышали где-нибудь лозунги? Повышение заработной платы, сокращение рабочего дня. Да это никому не интересно. Из тех, кто зовет рабочих на площади. Значит, именно рабочие нужны как люди, которые, так сказать, будут для массовки. Не надо думать, что вот они, рабочие, сходили на митинги, а потом, значит, у власти будут представители рабочего класса. Да не будет этого. Может быть, им интересно то, что вот они, рабочие, придут с митинга, и такой митинг сделают на заводе. И тем самым вот зашатается основа нынешнего белорусского государства. Экономическая основа – это как раз крупная государственная капиталистическая промышленность. Зашатается – это поможет свалить, значит, Лукашенко. Потому что вот просто митингами ходить – ну, это не знаю, свалишь ли Лукашенко, потому что государство достаточно крепкое. Значит, люди там тоже, так сказать, неглупые, и как-то чувствуют, что вот за этими криками стоит желание просто развалить и уничтожить конкурента. Значит, желание уничтожить союзника России. А на этом союзе, вообще-то, при всем его, так сказать, при всей его непрочности, ну, и держатся, в том числе, перспективы Белоруссии. Поэтому, значит, мы не посоветуем участвовать в этих митингах. Но означает ли это, что надо прямо вот выступать в поддержку Лукашенко? Я думаю, то, что рабочие Белоруссии в целом сохраняют спокойствие, и в этом смысле лояльность власти Белоруссии Лукашенко уже достаточно. А вот Лукашенко для того, чтобы удержаться в такой ситуации, вообще недостаточно просто лояльности. Вот я думаю, что он бы мог, ситуация, это непростая для него, сделать шаг навстречу рабочему классу, и вот ценить эту лояльность, эту вот молчаливую поддержку. В каком смысле? Ну, например, ввести сокращение рабочего дня, чтобы прямо показать, что он, конечно, не просто сохраняет промышленность. Это ведь капиталистическая промышленность. Значит, там вопросы зарплаты есть, вопросы условий труда тоже есть. А если он хочет сохранить добрые отношения к нему, и лояльные такое отношения рабочего класса, вообще надо делать в такие острые политические моменты шаги навстречу. Вот, значит, например, провести сокращение рабочего дня. Законодательное. Очень быстро. Даже указом своим. Пока есть, нет времени принять закон. Это раз. А вот если рабочим мы тоже посоветуем тогда, но раз такая неустойчивая ситуация, и надо понимать объективно, что Александр Григорьевич заинтересован, пусть молчаливый, в поддержке рабочего класса, и, по крайней мере, в нейтралитете, то тогда, если он заинтересован, то тогда надо ему напомнить о том, что вот ценить надо такую позицию рабочего класса, и рабочий класс мог бы в этой ситуации прямо выразить свои интересы, вот потребовать от государства введение семичасового рабочего дня на законодательном уровне. Мы, например, знаем, что в России другая ситуация, что власть достаточно прочно себя чувствует, да, мы вот это требование выставляем как требование на коллективных переговорах, понимая, что, ну вот, в рамках всей России сразу это не осилие. Нет, такой ситуации не сложилось, что надо вот сначала пройти эту всю борьбу провести на уровне предприятий, значит, добиться заключения коллективного отговора, провести забастовки соответствующие, процедуры, все это, все такая долгая история, и мы этим путем обязательно пойдем и добьемся успеха в конечном счете. А вот в такие острые политические моменты, когда, как его сложилось в Беларуси, можно и ускорить этот путь, без того, чтобы провести его вот через все эти процедуры. И вот я думаю, что есть такая возможность. И вот если рабочие на своих предприятиях будут не кричать, уходи, и тем самым выступать подголосками ставников американского фашизма на экспорт, несознательными. Я еще раз говорю, что у рабочих есть основания быть недовольными, потому что государственный капитализм, даже если он государственный, он все равно капитализм. Все равно есть проблемы с заработной платой, все равно есть проблемы с переработками, они тоже есть. Но рабочие не должны себя сбить с толку, потому что, мы еще раз говорим, что заменив крупный государственный капитализм на мелкий или иностранный капитализм, рабочий класс получит перспективу ухудшения своего положения. Безработица. А это, значит, упадет за артные платы. А безработицы всегда используют для того, что работающие работали сверхурочно за более низкие деньги. То есть можно совершенно спокойно прогнозировать, потому что это не только прогноз, а это уже обобщение опыта, который прошли и Украина, и Россия, что поражение Лукашенко приведет к украшению рабочего класса. Поэтому мы очень рекомендуем выступающим на предприятиях рабочим, если они организовывают такие забастовки стихийного плана, может, не очень организованные, без профсоюза, без вожаков. Но, тем не менее, руководствуясь пониманием интересов рабочего класса, требовать того, что выгодно рабочему классу. А именно, прежде всего, повышение зарплаты. Ну, а уж если не повышение зарплаты, а в первую очередь сокращение рабочего дня. Ну, нет денег, да, скажем. Сейчас-то люди, если не, так сказать, работают, прекращают, приостанавливают работу, они же сокращают рабочее время. Ну, то вот надо, значит, чтобы Лукашенко это, так сказать, провел законодательным образом, и тогда не надо будет этому придавать форму уступлений, забастовок или там митингов. Вот этого рабочий класс Белоруссии может потребовать, потому что ситуация, безусловно, благоприятствует реализации этого требования. А это требование отвечает интересам рабочего класса. Это требование совершенно чуждо этим, так сказать, людям, которые зовут рабочих на площади и выступая за честные буржуазные выборы. Оно совершенно чуждо. Оно не в их интересах. А вот, значит, рабочий класс должен тогда о своих интересах позаботиться. И поэтому не рассуждать так, что, ну, дескать, дерутся две, так сказать, две шайки, так сказать, буржуазии. Отнюдь не так. Я уже об этом говорил. Я думаю, что товарищи это поняли и услышали. Но использовать это обострение, обострение-то в своих интересах прямо выражено. Значит, вот поэтому предлагаем и советуем нашим товарищам в Белоруссии. Использовать ситуацию для того, чтобы выставить требования семичасового рабочего дня. Думаю, что Александр Григорьевич в этой ситуации должен это требование поддержать, потому что если он не поддержит, то он очень сложнит свое положение в борьбе с составом американского капитала. То есть в такой ситуации надо делать прямые шаги навстречу рабочему классу. Потому что, так сказать, другой опоры у него, вообще-то говоря, и нет. Вот мелкая буржуазия, она дает себя сбить с толку. Значит, мелкобуржуазные слои интеллигенции, которые сидят на грантах западных, которые заинтересованы в выезде беспрепятственном за рубеж, чтобы там подороже продать свои услуги, они тоже, конечно, не опора Александра Григорьевича. Так вот, если он понимает, какая у него опора, значит, он должен идти на встречу рабочему классу. А рабочему классу мы советуем не ждать, пока Александр Григорьевич поймет, а выставить свои это требования. И когда он эти требования реализует, то тогда выиграет и Белоруссия в целом, и промышленность выиграет, рабочий класс выиграет. А если выиграет рабочий класс, значит, будет и политическая стабильность Белоруссии. Ну и тогда будет понятно, за что поддерживать, скажем, Россию, скажем, Александра Григорьевича и в этой борьбе, несмотря на то, что он тоже пытался лавировать и делал некоторые уступки. Мы прекрасно это знаем, уступки в пользу западного капитала. Но его тоже можно понять. Он находится между молотом и наковалем. Белоруссия очень большая страна, и приходится маневрировать. Но это маневрирование не должно привести к сдаче позиций. В переходе с позиции союзника России на позиции врага России. Вот от этого хотелось бы предостеречь Александр Григорьевич Лукашенко. И вот еще раз говорю, что если рабочий класс сейчас выразит прямо свои интересы и реализует их, то союз Белоруссии и России станет от этого прочнее. Вот почему мы очень, так сказать, внимательно следим за ситуацией Белоруссии. И вот почему мы советуем рабочему классу Белоруссии выставить свои требования для их осуществления, использовать эту ситуацию, использовать не митинги. На митингах, к слову, не дадут, а использовать вот те приостановки работы, которые он осуществляет, не для того, чтобы кричать, уходи, уходи. Вот у нас в России ушел уже, в Советском Союзе Горобачев, а пришел Ельцин. И что от этого выиграли? Вот не уходи, надо кричать, а выразить, товарищи рабочие, что вы хотите, что прямо выгодно вашим интересам. И тогда, я думаю, что эти интересы будут обеспечены. И рабочий класс Белоруссии выиграет. Это будет хорошим примером и для рабочего класса России. Это будет хорошим примером и для, между прочим, и для правящих кругов нынешней России. И она тогда, так сказать, российская нынешняя власть, скорее пойдет на уступки, потому что она осознает, что если она хочет сохранить свою независимость от американского капитала, и от странного капитала, она должна опираться на рабочий класс. Это опора возможна только когда, когда будут реализованы шаги в интересах рабочего класса. Значит, мы поэтому еще раз желаем товарищам из Белоруссии, рабочим из Белоруссии, бдительности. Бдительность в том смысле, чтобы не поддаваться на демагогические призывы поддержать американских ставальников, от этого рабочий класс в Белоруссии не выиграет. Мы призываем рабочий класс в Белоруссии к тому, чтобы использовать этот момент для реализации своих интересов, потому что объективно складывается ситуация, что существующая власть заинтересована в шагах навстречу рабочему классу. Этот момент надо использовать, и от этого выиграет, еще раз говорю, рабочий класс в Белоруссии, а значит и белорусское государство, а значит и наше союзное государство. Успех вам, товарищи, в этой борьбе. Спасибо. 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 Спасибо.